Желчный пузырь – это грушевидный мышечный мешок, прикрепленный к нижней поверхности печени. Он концентрирует в себе желчь в объеме до 50 мл, прежде чем она поступит в 12-перстную кишку после приема пищи. Желчь образуется печенью и секретируется по системе внутрипеченочных желчных протоков, собираясь в общий печеночный проток. Общий печеночный проток затем соединяется с пузырным протоком, по которому желчь и проходит в пузырь. Когда желчный пузырь сокращается, желчь выходит из него сначала через пузырный проток и после попадает в общий желчный проток. Обычно общий желчный проток соединяется с главным протоком поджелудочной железы. Отсюда уже желчь попадает в 12-перстную кишку. Рассмотрим желчный пузырь на малом увеличении. Его стенка состоит из трех слоев. Внутреннего – слизистого, среднего – мышечного, наружного – с открытой стороны, то есть брюшной полости – это брюшина, а с печеночной поверхности – это адвентиция. Если мы посмотрим на слизистую, то увидим множество складок. Так называемые желчепузырные аркады. Они являются анастомозами достаточно глубоких складок, которые на препарате идентифицируются как мостики. Если поместить препарат под увеличение в 40 крат, можно увидеть, что слизистая выстлана однослойным призматическим эпителием, который подстилается собственной пластинкой слизистой. Она состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, иммунных клеток и содержит небольшие сосуды. Чтобы не спутать желчепузырную, слизистую и кишечную, следует внимательно рассмотреть основание выростов, а именно наличие крипт при основании складки. В левом углу на данном препарате можно частично увидеть мышечную оболочку. Кажется, что гладкие миоциты собраны в пучки, однако на самом деле они хаотично ориентированы в пространстве. Благодаря гладким миоцитам, а точнее их сокращению, опустошается желчный пузырь. В нижней части располагается адвентиция – толстый слой соединительной ткани. Повторимся, что адвентиция располагается с печеночной поверхности желчного пузыря. Причем чем ближе к органу, тем плотнее становится соединительная ткань. Остальная часть, которая как бы обращена в полость, покрыта брюшиной или серозной оболочкой. Если говорить о строении серозной оболочки, видно, что она образована рыхлой волокнистой соединительной тканью и одним слоем плоских клеток мезотелия. В отличие от адвентиции, серозная оболочка также содержит большее количество структур в рыхлой волокнистой соединительной ткани, больше кровеносных и мимфатических сосудов и больше жировых клеток. Резюмируем. Желчный пузырь – это грушевидный мышечный орган, который накапливает и концентрирует желчь, прежде чем та попадет в 12-перстную кишку. Он состоит из трех слоев – слизистая оболочка, мышечная оболочка и наружная оболочка. Слизистая очень складчатая, образует аркады. Это увеличивает площадь слизистой, что позволяет эффективно концентрировать желчь, поступающую из печени. Мышечный слой состоит из хаотично ориентированных гладких миоцитов. Наружный слой может быть представлен адвентицией или серозной оболочкой. Адвентиция располагается с той поверхности пузыря, которая прилежит к печени. Данная оболочка состоит только из соединенной ткани. Серозная оболочка располагается с полостной поверхности пузыря, то есть той, которая опрощена в брюшную полость и не прилежит к печени. Она образована слоем соединенной ткани и одним слоем плоских клеток мизотелия. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, расскажите о нем друзьям, поставьте лайк и прокомментируйте. Это очень помогает развитию канала и нашей работе.